А даривает множеством благ и не лишает помощи своей, когда нуждаемся мы. Аллах Всевышний любит нас больше, чем мы можем представить это. Наша любовь к Нему и поклонение лишь малая толика, которую мы можем дать взамен. Аллах не нуждается ни в чем, а наши сердца погибнут, если не будут биться с любовью к Своему Творцу. Ангелы благословляют верующих, когда они поминают Всевышнего. Они радуются, когда верующий возвращается к Своему Творцу. Его степень перед Всевышним возрастает, его наделяет благодатью Аллах. За какие деяния можно удостоиться и их похвалы? В хадисе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорится, что верующий может удостоиться любви ангелов, если Аллах полюбит человека, то обратиться к Джабраилу. Я люблю того человека, полюби же и ты его. Джабраил станет питать самые добрые чувства к этому человеку и воззовет в небесах воистину. Аллах любит того человека, так возлюбите же и вы его. И возлюбит его обитатели небес, и получит он благословение на земле. Это значит, что все дела его будут складываться, ему будут сопутствовать удача и барракад во всем. Первым в списке любимых ангелами дел непременно будет намаз. Намаз – это проявление искренней любви верующего. Это его постоянная победа над самим собой. Просто побороть свою лень. Намаз – любимое деяние Аллаха. Учитывая, сколько смиренности, терпения и любви он требует, в хадисе сказано «Поистине ангелы благословляют любого из вас, пока он продолжает сидеть». Он говорит «О Аллах, прости его! О Аллах, милуйся над ним, пока он не осквернится». Благословение ангелов – это их молитва о нас, о нашем прощении. Представьте, что сами ангелы просят Всевышнего даровать нам прощение. У каждого человека есть ангелы, записывающие его деяния, благие и плохие. Ангелы искренне радуются, когда наши слова и поступки становятся листворением ислама, несут благо и пользу людям, и искренне печальятся, когда мы оступаемся, попадаем в уловки шайтана. Ангелы по воле Всевышнего не записывают грехи сразу, а ждут, пока человек совершит покаяние и попросит прощения в Аллах. Ибрагим рассказывал «Однажды ночью я заночевал под одной скалой возле мечети Аль-Акса». Ночью опустились два ангела. Между ними произошел такой диалог. Кто здесь есть? Ибрагим ибрагим? Это тот самый Ибрагим, чью степень понизил Аллах. Почему Всевышний понизил его степень? Находясь в Басре, он купил финики. В купленный им финики попал финик, принадлежащий хозяину лавки. В продолжении Ибрагим Эдхем рассказывает «Как только наступило утро, я отправился в Басру, купил финики у того же продавца. И из купленных мной фиников я взял один и положил его к финикам, лежащим на прилавке. Затем вернулся в мечеть Аль-Акса. Я решил заночевать под той же скалой, где в прошлую ночь встретился с ангелами. Когда прошла часть ночи, с неба сошли два ангела. Один из ангелов спросил другого, кто здесь есть? Второй ответил, здесь человек, чья степень возвысилась за то, что он вернул лишний финик владельцу». В исламе особое значение перед всеми по отношению к другому. Проявление любви и дружбы, укрепление связи радует ангелов Аллаха. А ссоры разрушают.